Друзья, всем привет! Сегодня 26 мая 2018 год. Мы находимся между Калугой и Москвой, где обычно я собираю прекрасные еловые белые. Нашел один подберезовый и наконец-то все-таки мне удалось найти колоссовик. Это белый гриб березовый ранней формы, ну либо белый дубовый, тоже под дубом они тоже растут. Все правильно, я понял. Смотрите, бугорки. Бугарки, они лучше всего прогреваются. Пришел на бугорки специально и не разочаровался. Смотрите, солнце проходит вот на окраине, на опушке леса, видите, да, березовая такая рощица. Классическое место для сбора грибов. Вот смотрите, вот солнце как раз проходит вдоль этого, вот вдоль этой опушки всегда, то есть оно оттуда встает и вот так оно заходит туда. То есть здесь постоянно солнце, то есть параллельно солнцу. А теперь смотрим сюда. Вот это бочонок прям вообще то, что надо. Посмотрите. Посмотрите, какой красавчик. Вот когда люди говорят, что-то у него шляпка слишком белая и так далее, они ранние грибы, ранние березовые, боровики даже, если ранней формы, они еще не успевают обрести свой истинный цвет. То есть они обычно очень червивые. Не знаю, как этот, вот так, как этот, поворачиваем. Просто шикарный колоссовик, самый настоящий. Вот это колоссовая форма. У них ножка темная, шляпка еще не имеет той красоты, которую будут иметь белые грибы в августе и тем более в сентябре, да, вот, и в октябре. То есть там они становятся настоящие. Хотя на этих местах колоссовики даже в октябре попадаются. Вот они именно ранние формы, вот такие. Отличаются от тех, что растут в елках или березовые настоящие, которые идут уже ближе к сентябрю. Вот такой красавчик. Я уверен, что он чистый, потому что сейчас все грибы первые, они чистые. Просто шикарно. Очень рад, друзья, очень рад. Вот. Друзья, не успел я порадоваться первому грибу. Буквально прошел еще 3 метра. На том же все бугре, видите? И вижу еще колоссовички. Кстати, поздравляю нашу группу. Сегодня в ней 48 тысяч человек. Отлично. Такой колоссовичок. Ну да, я, конечно, жду, когда будут те самые настоящие белые. Один здесь уже сгнился. Он какой-то рядом с ним. Так отломаю. Вот так вот. Я, конечно, жду, когда пойдут настоящие белые. Потому что колоссовики я люблю меньше, чем подосиновики даже. Потому что подосиновики, они прям шикарные. А колоссовики очень часто червивые. Вот. Вот так вот. Ну, я очень рад, конечно. Что уж говорить. Продолжаем. Ох, колоссовички. Белый гриб березовый. Ранней формы. Вот еще. Также, кстати, сыроежку нашел. А вот еще один сейчас прям вижу. Не заметил сразу. Ох, тугой какой. Ох. Здесь, кстати, не только береза, еще и дуб попадается периодически. Поэтому... Вот еще один. Да. Вот это вот красавчики. Отличные. Продолжаем ходить по бугоркам. Посмотрите, какая красота. Но я просто не мог не показать вот эту красоту. Вы только посмотрите. Давайте попробую увеличить. Прямо во мху в яме, видите, на бугре. Вот это еще большой плюс. Мало того, что место хорошо освещается. Оно идет параллельно солнцу. Да, и оно находится на окраинке. Вот, посмотрите. Здесь уже вон. Там уже, кстати, березки белки. Там подберезовики обычно растут. Но я пока их не видел здесь. Один подберезовик нашел. Вот эту красоту просто не мог не показать. Прям в яму наступаю. Посмотрите. Беленький. Во мху. Мох здесь. Даже не на земле. Если до этого все в листьях на земле. Традиционно и стандартно. Слизняка убираем. Ох, какие слизняки тут. Здоровый прям. Сопротивляется, не хочет выходить. Сейчас мы его палкой выковыриваем. Какой же белый, а, ребятки. Очень красивый. Достаточно уже крупный. Колоссовик. Белый гриб колоссовик. Березовый, ранее форма. Продолжаем. Ну, еще земляника даже не поспела. В листьях только земляник. Вот это вот опушка та самая, да, где я сейчас собираю колоссовички. Первые белые, березовые, да, ранние белые грибы березовые. Их называют колоссовиками. А вот, это на краешке. А вот поворачиваем туда, и там мой любимый, знаменитый ельник. В котором, начиная с августа и кончая, начало октября, вот здесь месяц-полтора идут стабильно самые классные, если брать из светлых белых грибов, белый гриб еловый. Вот, вот ельник, вот оно. Здесь будут самые шикарные белые. И еловая опята, где-то с 25 сентября по 5 октября. Вот. Вот этот лес я обожаю, но это все еще впереди. Пока что будем наслаждаться самыми, наверное, обычными белыми, самыми слабыми из всех белых, которые существуют, это ранние белые колоссовики. Ну и то хорошо, в конце мая, где сейчас Карелия, где сейчас другие места, где сейчас другие города, ничего там нет и близкого не может быть. А здесь уже пошло, здесь всегда раньше идет, потому что здесь тепло, два месяца уже температура достаточно высокая, 20-30 градусов тепла. Но прекрасный год, как будто уже, знаете, два месяца, вот апрель-май, как будто это лето было. Очень тепло. Просто потрясающе. Но, в принципе, в Москве и области всегда идут грибы в конце мая. Первые такие серьезные грибы, шампиньоны, родосиновики, подберезовики и колоссовики. Также сейчас строежка попадается. Ну, продолжаем. Пузатик какой, а? Вот на бугорке еще. Понеслась. Вот белый гриб белого цвета. Как говорят некоторые, да, это точно ли белый, нет. Давайте посмотрим. Вот он белого цвета. Смотрите внимательно. Вот он белого цвета. Смотрим туда и видим, что это белый гриб, самый настоящий. Трубчатый гриб. Белый гриб ранней формы, колоссовичок. Дальше перемещаемся. Идем сюда. Вот здесь, смотрите, во мху, во мху, в листьях березовых. И все это тоже белые. Вот этот, кстати, такой уже, да, больше похож на себя. Беленький. У него даже шляпка. Ножка, то есть, светлая. Светлее стандартного. Ну, для этого времени, как сейчас, ножка обычно темнее. Вот, настоящий колоссовик. Это уже прям как на белый похож. Ну, тот, который уже позже идет обычно. Вот еще один. Так мы его откручиваем. Да, грибница остается, все там в порядке. Вот. Ну, я все, я понял. Надо искать солнечные места, опушки, которые идут, не просто опушки, опушки, которые идут параллельно с солнцу. То есть, вот. Вот так там солнце идет, 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 и вот здесь вот. То есть, если бы место было бы наоборот, от солнца, вот, либо туда, либо, скажем, вот так. Не было бы грибов, потому что такие места еще не хуже, чем эти. Я осмотрел, и даже в молодом березняке ничего там нет. То есть, вот только на местах, где идет, где грибное место идет параллельно солнцу. Всегда так было, есть и будет. Ну, продолжаем. Хотел показать, что пошла так же на этой же опушке, вот во мху, прям с краю в краю леса, последние вот деревья, вот, пошла лисичка березовая. Это она. Не знаю, получится ли, чтобы вот камера как-то показала. Ну, все понимают, она очень маленькая. Вот этот гриб отлично показывает, что это лисичка. Вот так вот попробую сейчас сделать. Да. Вот. Видите, да? Это лисичка, поверьте мне, она уже пошла. То есть, через 5-7 дней будет первая лисичка. А лисичка медленно растет, ну, по крайней мере, здесь. Вот так вот. Достаточно крупная лисичка. Думаю, парочку оторву, чтобы картошку сделать. О! Видите, да, все? Вот так вот. Вот еще одна. Ну, парочку сорву здесь. Так, остальные трогать не буду. Вот они, вот они. Обалдеть. Мне только что написали комментарий, что грибочки маленькие, надо бы покрупнее собирать. Так вот, покрупнее. Заказ выполнен. Ох, какой крупный. Крупный? Царь. Настоящий березовый белый. Вот это вообще необычно. Около тонюсенькой березки, но очень тонкая, она маленькая. Вместо того, чтобы подберезовик здесь рос, здесь растет белый гриб. Колосовичок. Вот уже сумерки. И посмотрите, какой я нашел обалденный, крепкий, крепкий. Ох, беленький. Колосовичок, ранняя форма. Ох, бочонок. Ну, вот все, сейчас на машине. На машине буду отъезжать. Вот так вот, беленькие грибочки. Вот подберезовик. Красавчик чистый. Не знаю, видно, не видно. Они беленькие, вон они. Белые, наверное, видны. Все, уезжаем отлично. Все. Классно. Вот вам и 26 мая. Друзья, вот и закончился наш сегодняшний грибной поход. 26 мая 2018 года. Ну, на кухне не стал уже снимать это видео, потому что там шумно. Вот, решил в комнате у тебя заснять. Всем, кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вообще, очень рад, что в этом году грибы пошли рано. Некоторым мне предстоит почистить. Вот, видно, что муха, это не червяк, это муха туда залетела. Некоторые уже чистые грибы. Ну, колоссовики, им свойственно быть первые грибы, им свойственно быть в мухе. Вот, это всем известный факт. Я, что хочу еще сказать. Вот, для всех тех, кто не верит или еще что-то, сходите в лес и убедитесь в этом сами. Но, опять же, не везде они есть. Я попал на третье место, где, в конце концов, удача мне улыбнулась. На первом месте ничего не было. На втором один подберезовик, супертрудовой гриб. И после пяти часов ходьбы, я уж думал, не найду. И пошел я на свое коронное место, на бугорки, где очень часто идут первые белые. И не ошибся. Здесь 16 белых, один подберезовик и там 8 лисичек. Вон, если вы увидите, две из них крупные, остальные маленькие. Лисичек очень много. Колоссовички белые тоже несколько оставил, совсем маленькие были. То есть, гриб идет, идет очень мощная волна. Вообще, то место третье уникальное. Если посмотреть, выходить из леса, то увидите мелкие березки. В этих березках отлично растет подберезовик. Причем такой тугой, хороший, крепкий, толстый. В молодых березах. Но он чуть позже пойдет, как видите, подберезовики пока еще только-только начинается. Дальше идет лес. Начинается лес с опушки, вот этой березовой. Она там километра полтора идет, наверное. Вот. И еще глубже идет ельник. Самый главный и суперский лес, где идут еловые белые, которые вы всегда видите у меня в моих фильмах. Это август и сентябрь. В основном, вторая половина августа. Весь сентябрь. И еще задевает буквально до пятого числа октября. Также в ельнике отлично идет с 25 сентября по 5 октября еловый опенок. Это те же осенние опята, только в елках. То есть, сначала опята начинаются в березах, в дубах, в лиственных лесах. И потом переходят в елки. И в елках они отличаются. Вот. Если в лиственных лесах они у нас... Там пленочка такая, которую можно палкой проткнуть. И она, то есть, разорвется. В опятах осенних, которые растут в елках, там не пленочка сзади у них, а как вата. Знаете, прям насквозь вот так. То есть, там они еще имеют небольшое утолщение. И пучками не растут. Самое главное отличие. Ну, если растут пучками, то как галерина, да, из опасных гриб. То есть, они растут вот точно так же. По 2-3 гриба от силы. А так, в основном, стоят по одному, если вы смотрели мои фотографии. Этим и отличается еловый опенок. Но он очень чистый. То есть, по червивости он выигрывает у того осеннего опенка, который растет в лиственных лесах. Вот. Это уже на практике проверено. И очень хороший гриб. Маленькие они. Такие, как солдатики 5-сантиметровые. Прям четкие. Очень красивые. Так что, вот так вот. Всем, кто сомневается в том, что грибы найдены сегодня. Я уже приводил аргументы. Уже говорил, что в нашей группе 48 тысяч человек на сегодняшний день. Вот. И уже с журналом сфотографировал. И вот сейчас в этом видео говорю вам, что это так и есть. Это между Калугой и Москвой. У меня есть очень хорошие места грибные. Кстати, на Украине грибы уже пошли в начале мая. То есть, в южных городах России тоже раньше идут. Не надо удивляться. Я даже не первый в этом году, кто нашел белые грибы. Уже несколько дней люди скидывают фотографии своих уловов. Своих, скажем так, как это слово-то забыл. Своих трофеев. Так что, всем удачи. Всем пока. И грибалка начинается, друзья.